Очередная молитва в центральной мечети Алматы, рядовое для мусульман событие, на сей раз носила и торжественный характер. Имамы и горожане любовались обновленным обликом храма. Здесь появилась яркая подсветка. Преимущество новых технологий живо обсуждали даже священнослужители. Это зеленая, то есть энергосберегающая методика освящения. Радость многочисленных гостей разделил Аким Алматы Бауржам Байбек. Он поблагодарил предпринимателей, которые помогли установить светодиодные лампы. Также отметил, что в скором времени в Алатауском районе появится еще одна мечеть. Центральная мечеть Алматы — историческая достопримечательность города. Она была построена в 1999 году. Президент страны Нурсултан Назарбаев и государство в целом заботятся о духовных и культурных ценностях общества. Это необходимая составляющая успешного развития страны. Сейчас идет строительство мечети в Алатауском районе на 7 тысяч человек. Предприниматели города поддерживают все эти инициативы. В проекте использованы только энергосберегающие светильники. Они на 90% экономичнее других ламп. Затраты на электроэнергию при этом минимальные. Всего в ночное время будет потребляться порядка 7 киловатт в час. Нам очень нравится. Для народа в городе создаются все условия. Строятся детские площадки, сады, школы. Создаются новые рабочие места. Мечеть теперь тоже сияет. Издалека видно. Нам приятно жить в Алматы. Воспитывать здесь детей и внуков. Всего в Алматы около 50 мечетей. Такую же подсветку сейчас устанавливают и в храме Нурму-Барак по проспекту Аль-Фараби. Хорошо бы все мечети Казахстана горели так ярко на примере центральной мечети Алматы. Ведь мечеть — это культурный, духовный и образовательный центр для всех верующих. По программе развития города Алматы 2020 почти 140 достопримечательностей оборудуют подсветкой. Художественное освещение появится на площади Астана. Подчеркнет величественность монумента независимости на площади республики, мемориала Вечного огня и Кафедрального собора. Проект осуществляется из внебюджетных средств.